На первом этаже многоквартирного дома по улице Новая Слобода-3 расположено несколько значимых учреждений и организаций. Во вторник их работа оказалась блокирована. В 11.30 утра здесь была прекращена подача электроэнергии. Причём свет был отключён по всему первому этажу, по нежилым помещениям пострадали не только ТУ, Ивантеевка, офис, но и соседние помещения. Ивантеевские электросети объяснили это тем, что у профсервиса большая задолженность за население, но отключили свет почему-то у добросовестных платильщиков. У нас перед Ивантеевскими электросетями долгов нет. Парадоксальная ситуация. Организация, которая занимается приёмом платежей за коммунальные услуги от населения, в том числе и за электроэнергию, сама оказалась без света. Своим отключением электроэнергии сорвали приём населения, сорвали приём платежей. Люди приходили и не могли оплатить через кассу, не через терминал в нашем офисе. Сорвали выпуск единого платёжного документа, который в нашем городе выставляется авансово. И то есть 8 числа мы уже должны были подготовить базу и запустить расчёт. А мы этого ещё не сделали, потому что была отключена электроэнергия. В других организациях ситуация не лучше. Например, в соседней аптеке, где некоторые препараты должны храниться в холодильниках. Нам было предоставлено такое уведомление. Но это было уведомление от энергосетей о том, что 7 февраля нам отключатся в связи с тем, что профсервис задолжал им немоверную сумму денег. Здесь даже сумма точно указывается. Затем я сообщила генеральному директору об этом. Он созванивался с профсервисом. Те обещали, что никакого отключения не будет, что они всю эту ситуацию рассмотрят, с электросистемой всё решат и всё у нас будет прекрасно. С момента получения уведомления о введении ограничения 27 января профсервис получил это уведомление. Профсервисам никаких мер по урегулированию этой ситуации предпринято не было. Мы также поставили в известность владельцев, собственников нежилых помещений о том, что планируется данное мероприятие на 7 февраля этого года. Но до вчерашнего дня никто из владельцев и собственников нежилых помещений к нам тоже не обратился по этому вопросу. Стоит отметить, что учреждения на первом этаже высотки по Новой Слободе-3 арендуют помещения. А договор с управляющей компанией заключает собственник этих нежилых площадей, а не сами организации. Уведомление, которое получила профсервис в соответствии с требованиями законодательства, также это всё отражено в законодательстве, профсервис должен предпринимать все необходимые меры, чтобы не ограничивать, вернее, в случае введения ограничения, обеспечить все те предприятия, которые играют какую-то социально значимую роль, обеспечить независимым источником питания. Что сделано, не было. Это прояснилось в результате введения, и было принято решение возобновить энергоснабжение всех этих нежилых помещений. И где-то примерно около 16.00 вчерашнего дня энергоснабжение было восстановлено. Ситуация с задолженностью управляющих компанией ресурсникам довольно острая в нашем городе. Так, Ивантеевским электросетям 9 УК задолжали порядка 26 миллионов рублей. Продолжение следует...